ВОЛЬКА КАПКОВИЧ ВОЛЬКА КАПКОВИЧ ВОЛЬКА КАПКОВИЧ Якость послуха ЖКГ повинна расти, а их кошт поступово снижаться. Такая задача прохудшала на суместном посяжении президиума областного выканавчика комитета и Гродзенского областного совета депутатов. На посяжении были разгледжены пытания удосконаления и развития жилево-коммунальной господарки региона. Как отзначил старшиня Гродзенского облаканкама Владимир Крауцов, по выниках 2018 года большаясь пунктов державной программы «Комфортное жилье» и «Сприяльное сиродзе» у при нема не выконаны. Проводится капитальный ремонт жилья, модернизация тепловых сеток, поступово отбывается переход на мясовые виды палева, поляпшается якость пятной воды. Эффект до сих мероприемствовал зауважный и по реакции насильництва. Колькость сворота в попытаниях ЖКГ поступово снижается. Разом с тем, каля 50% скарга у грамадян, у органы мясовой улады тычутся минавито в этой сфере. А значит, в коммунальной системе региона есть над чем працовать в 2019 году. Кировництвом до деяния повинна стать директива номер 7 об удосконалении и развитии жилево-коммунальной господарки краины. Основные задачи якой – повышение якости послуг и проведение объективной тарифной политики. Уделу посяжениях родинского облаконкама принял старшиня комитета державного контроля Республики Беларусь Леонид Анфимов. Кировник ведомства засеродил увагу присутных на широку важных пытаниях. Найперш на доручении кировника державы – обновя день непарадку на земли. Гэта тычутся упершую чаргу объекта у сельской господарки, а так само инших сфер. Многим может показаться, что президент заострил проблему только состояния сельскохозяйственного производства. Я считаю, что в агрохолдинге «Купаловская» сфокусировались все проблемные вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности белорусского общества, прежде всего состояния экономики, социальные сферы, которые вытекают из поручений главы государства. Они там наиболее остро просто обозначились и высветились в качестве недоработок местной вертикали власти и области полкома, ну и соответствующих республиканских органов управления, которые должны были бы обратить внимание на них до приезда главы государства. После встречи у Абл-Ваконками Леонид Анфима управил промою телефонную линию с жихарами при Неманских окрае. Таким чином граждане отримали махчимость адресовать старшинникамитета Держконтролю наденные пытания и огуршить актуальные проблемы, выступить с уластными пропоновами по развитию региона. Как отзначил, керавник контрольных республиканских ведомств, мониторинг громадской думки, заховывая важное значение. У приватности промои телефонные линии позволяют выявлять болевые кропки и недопросолки на местах. Не было такой надобности острой, чтобы повторно поднимать эти проблемы. Области, областные власти их видят эти проблемы, знают, как их решать эти проблемы, довольно остро на них реагируют и ставят задачи по исправлению ситуации негативной, которая сложилась в жилищно-коммунальном хозяйстве области. На промои телефонной связи с Жихарами Гродзенской в области Леонид Анфимов находился полторы годины. За этот час поступило семь звонков от грамадян. Среди головных пытаний – доброе упорядкование населенных пунктов и капитальный ремонт жилья. Были закрануты и другие темы. Как подсумевал выники мероприемства в областном центре Леонид Анфимов, все сигналы от Гродзенцев зафиксованы и будут накированы на реагирование и решение представникам ответственных инстанций. До других тем. Лицкие помешники в пункте пропуску Бенякуни затримали двух грамадян Литвы, у авто яких вынешли пакет с наркотиком. Небеспечные речи вас затримали знайсти при допомосе службового собаки в бардачку машины. Пакеты с белым порошком в агой 700 миллиграммов передали прибывшим на место супрасовникам Раус. По попередней информации наркотичная речева кокаин. Свое дочинение до перемещения наркотика Кировца и его пассажир отмавляют. Зараз мужчины затриманы, проводятся оперативно следшие мероприемства. Протягиваем выпуск. Упрынемы не почались активные работы по наведению парадку после зимы. Угытым пытание особливая увага санитарным уборкам и озеленению. Доброго парадкувания за крайне и городские пустыры, как перспективное место для створения сквера и зон отпочинка для граждан. На вести парадок на одной из таких территорий по улице Таулая у Гродня вышли коммунальники и команда активных студентов медицинского колледжа. Ирна Ишкевич расскажет. Многие годы грозинские архитекторы прихлядаются до этой великой пустой, площадкой около 10 тысяч квадратных метров. В перспективе тут пропонувается створить зону отпочинку для жахару района або не между потребованную пляцовку для выхолу собак. А поколь пытание застаётся открытым, пустую территорию жахары ближайших домов выкористовывают як звалку. Что мы увидели, когда пришли сюда? Вот первое наше впечатление, то, что люди, может быть, не до конца уважают природу, уважают вообще, в принципе, культуру Гродно. Очень много бутылок, особенно стеклянных, много пластиковых упаковок и, в принципе, различного рода бумажек. И нам за всё это время удалось собрать уже порядка 8 пакетов мусора. Татьяна Лукьянович на службе у жилёво-коммунальной господарцы больше за 30 годов. Свои работы гонарыца, а вось односины земляков, да и е працы, выкликаются бурэнням. Брасают всё везде и всюду. Пример вот этот скверик. Мы должны заходить два раза в неделю убирать. Як запаунили коммунальные службы, проверять частиню гэтой территории будут подчас рейду 4 раза в тидень. Виноватых у несанкционованной свалки, пакуль не знайшли. А калізной идут, им будет погражать штраф. Убираем стихийные свалки после зимы, которые сталкиваемся каждый год постоянно. Они происходят из-за того, что ближайшие дома складируют мусор. А межтым навести лоск до конца соковика задача номер один для областного центра и у всех районов Гродничины. У при нём они створены областные, районные, городские, поселковые и сельские штабы по наведению парадку. Работа ведется под контролем специальных процедурных групп. Работниками нашего предприятия производится мониторинг территорий, закреплённых за организациями и предприятиями. В результате мониторинга на данный момент выдано 114 предписаний о приведении данной территории в надлежащее санитарное состояние. Первый кризисный покой международного формата открыли у областных центра. Специально отведенные помешкания уже готовы примать людей, которым потребуется допомога и которые потерпели от гвалту. Открытие кризисного покоя прошло с уделом процтауника Управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Беларуси Жанна Ива Бушарди. По инициативе «Червоного крыжа» ургийония реализуются десяток проектов у тем лику международных, накерованных на допомогу малозабеспеченным, хворым детям и инвалидам. Кризисный покой открытый у областных центра стал первым на Гродиншине и другим у республицы, где найти притулок смогут статья, кто опынулся у складанной житевой ситуации. Я думаю, эта проблема очень насущная и в Беларуси, и по всему миру. Поэтому мы очень рады быть партнерами Беларусского Красного Креста в этом проекте, в открытии кризисной комнаты в Гродно и помочь решить эту проблему в этой стране. Конечно же, такие комнаты очень важны. На самом деле, их не очень много в Беларуси. Данная комната всего вторая. Еще одна существует в Гомеле. Особенность данной комнаты в Гродно в том, что она, в первую очередь, рассчитана на лица подмандатных УВКБ ООН. Поэтому мы очень рассчитываем и уверены, что наши партнеры Беларусского общества Красного Креста смогут на месте оказать всю необходимую помощь тем, кто будет здесь проживать. По первым кризисным покоем международного формата, это два помешканья, могут принять 8 человек. Одночасово тут максимально разместить две семьи. Приоритет отдается женщинам с детьми, злику беженцев и особ без громадянства. Часово разместиться во умовах кватеры можно будет на термин до семи ден. Кризисная комната представляет собой, в общем-то, однокомнатную квартиру, где есть все условия для удобного проживания. Проживать в ней могут иностранцы, которые оказались в кризисной ситуации, люди, ищущие убежище, люди без гражданства, люди, получившие статус беженца, ну и при необходимости граждан Республики Беларусь. Это женщины с детьми, которые оказались в ситуации сексуального и легендерного насилия. Люди, которые по избегу житевых обстоятельств были вымышены шукать притулку в кризисном покое, могут различать на часовую жилплощу. А прочтого, при необходимости, может быть оказана еще и адресная социальная и психологическая допомога. Скрынинг – раннее выявление захворвания. Один из важных векторов деятельности медика у Гродзенского региона и Беларуси в целом. Скрынинговая программа, которая сейчас реализуется у Республицы, тычется ракомолочной залозы, толстой и промой кишки, простаты и шейки матки. По таким науковым накерункам у приватности працует онкологическое отделение в Гродзенской областной клинической больнице. Дякуючи к этой программе, как прогнозуют мясовые специалисты, могчимо будет выправить наступную негативную тенденцию. За прошлый год на Гродзенщине колькость поздних, так званых, запущенных зворотов с диагнозом рак шейки матки узросла на 24%. В основном, это женщины, которые на протягу 5 и на 27 год не наведывали гинеколога. Обжаночим здоровьем основах его захования – профилактицы онкологии. На винном на 4-м рассказала загадчик анкологичного отделения Гродзенской областной клинической больницы Татьяна Гарелик. Сегодня я хочу поднять такую злободневную проблему в медицине, как заболевание раком шейки матки. Что такое рак шейки матки, чтобы понимали люди? Рак шейки матки – это злокачественное заболевание женской половой системы, в частности, шейки матки. Почему поднимаем эту проблему? Потому что на сегодня мы имеем всплеск, рост этого заболевания. Заболевание – заболеваемость растет, смертность растет ежегодно. В Республике Беларусь за прошлый год от этой болезни погибло более 300 женщин. Как сравнивают представители ВОЗ, это можно сравнить с ежегодным крушением большого самолета Боинга. Столько женщин погибает от этой болезни. Заболеваемость растет. По Беларуси выявлено за 2018 год 745 случаев. В частности, в Гродненской области выявлено 80 случаев рака шейки матки. Если разбивать по возрастным категориям, это более подвержены женщины молодые. Из 80 случаев 22 – это женщины до 45 лет. То есть это пациентки, которые могли бы еще беременеть и рожать, репродуктивный возраст. А запущенных случаев 19. Цифра вроде небольшая, но если так брать в разрезе, это 24%. То есть каждая четвертая женщина, которая приходит с этой болезнью, находится в запущенной стадии. Проанализировав этих всех пациенток, женщин, мы имеем такую ситуацию, что из запущенных в Гродненской области 63%, то есть 2 трети – это молодые женщины до 43 лет, которые тоже могли бы еще родить, беременеть. 99% – это женщины трудоспособного возраста. Только одна пациентка была старше 60 лет. Все остальные – это женщины, которые работают и которые ежегодно проходят профилактические осмотры. И отрадно думать только о том, что если рак шейки матки относится к визуальным локализациям, то есть это болезнь, к которой можно прийти к доктору. Женщину посмотрели в зеркалах и увидели непорядок. Женщины проходят ежегодные профилактические осмотры, и мы имеем вот такую проблему. Рак шейки матки доказанно, связан с инфицированием вирусом папиллома человека. То есть это болезнь, которая ассоциирована с инфицированием этого вируса. И на сегодня можно диагностировать у женщины носительство этого вируса. То есть женщина может обратиться в лаборатории платные и выполняется этот анализ методом ПЦР. Если пациентка имеет носительство этого вируса, она должна обратиться к гинекологу. Гинеколог ее направит к специалисту, который выполнит ей такое исследование, как кольпоскопию, то есть осмотр шейки под микроскопом. И при необходимости, если там имеются какие-то изменения, возьмется биопсия, и дальше женщине расскажут, куда ей обратиться. Далее я призываю просто всех пациенток не игнорировать посещение гинеколога. Это очень важно. Потому что работая в этом отделении, где лечатся эти женщины, которые приходят к нам с данной проблемой, мы нередко сталкиваемся с тем, что большинство пациенток – это те, которые годами не посещают гинеколога. То есть женщины указывают, что они 5, 6, 7 лет не посещали гинеколога. Ну, это беда. И если пациентка ежегодно проходит профосмотре, поверьте, в запущенной стадии мы ее не будем иметь. То есть это болезнь, которая развивается с момента инфицирования данным видом вируса папилломы человека годами. Причем промежуток этот длится 6, 8, 10 лет, чтобы развиться инвазивному раку. И поэтому мы можем пациентку вылечить на каком-то этапе инфицирования и предракового состояния. То есть для того, чтобы развиться раку шейки матки, эта болезнь проходит последовательные стадии. Дисплазия легкая, дисплазия умеренная, выраженная дисплазия, внутриэпителиальный рак. То есть есть определенные стадии, при выявлении которых мы можем женщине оказать такую помощь, что у нее останется матка, и она может еще рожать, и беременеть, и так далее. В этом заключается профилактика рака шейки матки. Вирусом заражаются женщины при половых контактах. Доказано, что это вирус, который передается половым путем. Поэтому в группы риска, которые могут заразиться и заболеть раком шейки матки, в первую очередь включены женщины, которые имеют раннюю половую связь, в возрасте 14-15 лет. Женщины, которые меняют половых партнеров часто. То есть даже в литературе доказано, что женщины, которые за свою жизнь имеют 10 половых партнеров, в три раза чаще по статистике могут заболеть раком шейки матки, чем другая группа женщин. Поэтому инфицирование идет половым путем. На сегодня профилактика какая? То есть первичная это вакцинация девочек до момента половой жизни. Девочек 9-14 лет. У нас в Республике Беларусь в календаре прививок обязательных это не входит. То есть вакцинация осуществляется по желанию родителей на платной основе. Имеются две вакцины, Гордосилцерварикс, которые при желании родителей можно обратиться в женские консультации и вакцинировать девочек на платной основе. Вторичная профилактика – это уже профилактика женщин, которые ведут половую жизнь и которые наблюдаются у гинекологов. Это осмотры, взятие мозговно-цитологическое исследование. Ежегодно женщина должна проходить к гинекологу. Есть еще метод профилактики. Это сдача анализа на ВПЧ-тест. То, что я говорила. То есть исследование на носительство этого папиломовируса. И если женщина-носитель, то есть я говорила обратиться к гинекологу, кольпоскопия и исследование. Там уже доктор скажет, что делать. Рак шейки матки – это такая болезнь, которая длительное время, пока не разовьется инвазивная форма, течет бессимптомно. Как правило, женщины, когда уже обращаются с симптомами, мы, к сожалению, имеем уже запущенные формы. У них появляются кровянистые выделения, боли, даже такие гнилостно-зновонные, когда идет распад опухолевыделения. Пока болезнь длится до вот этих, как я говорила, форм преинвазивных, как правило, это бессимптомное лечение. Это только обращение пациентки к гинекологу, взятие мозгов и выявление вот этих всех стадий предракового состояния. Ретроспективные проекты из на годы двух историчных падей. 75-ти годы вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников и 75-ти годы Гродзенской области реализуются в регионе. В основе символичных акций – истории тех населенных пунктов, которые десятки год тому сникли с карты Гродзенского района. Один из проектов называется, он будет посвящен спаленным вёскам деревни Скидельщины, сёстры Хатыни. Мы знаем, что пять населенных пунктов были сожжены в 42-43 годах. Это Шкленск, Партизанская, Запурья, Синий камень, Полымя. Сегодня эти деревни так и не возродились. Там обелиски, там памятники, там проходят митинги. Но сегодня мы хотим в этом году организовать такие своеобразные круизы, чтобы каждый желающий смог попасть, посмотреть, отдать свои минуты молчания, возложить цветы. А прочь того, мемориальные информационные таблички с назвами вёсок и списом их же хоров, уходким часом плануется усталевать и на месте четырёх вёсок, які больше за 40 годов тому у мирный час зникли с карты Гродзенского района. В перспективе так само плануется запустить адмысловые туристичные маршруты по гэтых мястинах. Жизнь у нас непрямолинейная, и поэтому здесь достаточно много картин, не картин, а фотографии, которые имеют плавные линии, что тоже очень интересно. Почему чёрно-белое? Потому что иногда приходишь к выводу, что цвет отвлекает. Берёшь фотографию, красивая, яркая, разноцветная, убираешь цвет, и всё пропадает. Нет суть фотографии, нет души. И когда цвет убираешь, понимаешь, хорошая это фотография или плохая. Фотография – это искусство. Причём мы стараемся показывать здесь, в Гродно, когда планируем на год наши выставки, именно тех авторов, которые наиболее интересны в своём творчестве. И один из таких авторов Сергей Каратаев из Москвы, из фотоклуба «Новатор», поскольку «Новатор» – ведущий клуб России и Москвы, самый старый клуб. По меркованию экспертов, такие выставы изъявляются доброй пляцовкой для обмену вопытом, а меркование сучастных техник и старых методик, а так само для нарожения новых проектов. А ещё выдатная творческая спровоздача у переда день важных календарных падей, таких, как «Другое красовика» – День яднания народа в Беларуси и России. Отзначим, что 50 работ в знакомитах российского фотомостока презентованы в культурном центре «Фестивальны». Одразу после выпуска новинок глядите прохнос на двор. Я с вами разведываюсь. До сестреша у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова